Привет, ребята! Я сейчас крашусь. Бау, у меня немножко в тоналке. Короче, привожу себя в порядок. Мы вчера бухали. В общем, ладно. Суть не в этом. Суть в том, что сегодня 8 утра. Позвонили, разбудились, сказали, везем вашу кровать. Через полтора часа будет. Ну, приехали чуть попозже в итоге. Но, в общем, кровать привезли. Вот такая. Ну, да, она потемнее, как бы, чем вот шкаф, например, да. То есть, такой прям очень темно-коричневый. Но, на самом деле, очень даже ничего. Ну, еще тумбочки поставим. Там мы тут постелим, застелим. Я сегодня посижу на всяких каких-нибудь Вайлберри, Сазон, какие-нибудь пледики прикольные посмотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, как вы могли догадаться, я крашусь и в этот же момент монтирую влог, который выходил. До этого замазываю все свои прелестные точки. Слава уехал в Москву. А мы остались с Вивочкой одним. Слава приедет завтра только. Но скучать мне не придется. Дело у меня просто охереть и не встать. И, если честно, когда вот, знаете, очень много дел, даже не знаешь вообще, за что браться, с чего начинать. Поэтому я просто сижу, украшусь уже не знаю сколько. Расскажу немножко про вчера. На даче здесь, это дача, на которой я выросла, у меня есть друзья здесь. Такие прям, знаете, типа друзья детства, друзья с дачи. Вот такие вот друзья. Ну, очень хорошие ребята, с которыми мы просто с самого, блин, рождения. Там, знакомые наши семьи, знакомые. То есть, тут все гулянки, вот эти вот совместные с семьями, да, они все происходили. То есть, как бы, ну, есть что вспомнить. Хорошее, отличное детство, вот. И у меня здесь есть друг Паша и его сестра Даша. Вот с Дашей мы как раз такие вот подружки в детстве были. Ну, сейчас, понятно, мы как бы пореже видимся. Ну, как бы, в основном на даче только видимся. В Москве так особо не видимся, потому что все взрослые, занятые, вот. И когда мы на даче вдруг встречаемся, знаете, нет ощущения, что мы там год не виделись или что-то такое. У нас прям вот, особенно когда мы жили в карантин здесь, мы прям очень хорошо тусовались вместе тоже почти каждый день. Каждый день пили, гуляли, шашлыки кушали. Сначала там у нас покушаем, шашлыки пожарим в один день, выпьем. Потом на следующий день пойдем к ним домой, выпьем, покушаем, шашлыки пожарим. Ну, короче, такое, знаете, прям, прям, прям здорово. Я прям, знаете, вспоминаю реально такие моменты детства. И вот мы с Дашей тоже вчера сидели, пили вина, а мальчики пили писки. Слава с Пашей вспоминали детство и то, что у нас было очень классное детство. И наши дедушки тоже, царствие небесное, тоже так дружили все. Ну, короче, все, знаете, с семьями так дружили. Я прям, Даша, мне на год постарше, вот, но мы, как бы, в детстве не было такого, знаете, какого-то ощущения, что там разница большая, еще что-то. Вот, в лагерь вместе ездили. Ну, короче, много чего классного вспомнить можно. Вот, и мы, короче, пили. Начала-то я пить дома, здесь, за ужином. А потом, короче, мы пошли к ним. А потом мы пошли к ним. Вот. И пили уже там. Это, в общем, кошмар. Пили долго. И много. Но мы вино с Дашей пили, просто вино. Ну, короче, похихикали, поболтали. Потом пришли домой со Славой. Уже и спать надо было, и честь знать надо. Вот. Вот, и еще, кстати, вчера ночью, в 12 часов ночи, приехала доставка еды. Просто я хотела узнать, убедиться, работает это вообще здесь или нет. Можно ли заказывать еду? Можно. В общем, пили-гуляли. Вообще кошмар. И я теперь не хочу пить. Хочу волосы сделать в косичке. Потому что я вчера с ними, со своими волосами... У меня голова, кстати, надо будет помыть ее сегодня уже. Ну, как раз для косичек самое то. Сейчас мы... Надо будет мне поубираться дома. Потом, когда где-то в 6, в 5, посмотрим, в 5, наверное, еще жарко будет. В общем, надо будет прогуляться по даче. Блин, с компом, конечно, тут офигенно. В общем, сначала будем разбираться, наводить порядок. Еще мне сегодня надо будет что-то кушать самой. У меня варианты. Макароны с сиром. Это из любимых блюд. Макароны с сосисками и кетчупом. Пельмени. Еще курицу заказали. Как раз вчера привезли. Грудки можно пожарить, сделать там гречку или рыс. Сейчас салат. Можно сделать либо овощной. Огурцы, помидоры, зелень. С майонезом очень нравится. Сейчас такой салат. Мама делает. Такой я вот, когда мы были у мамы, его покушала. И что, так хорошо, так вкусно. Знаете, мы в последнее время много лет, вообще, я не помню, чтобы я салат с майонезом делала, всегда с маслом ели, едим. Такое, знаете, как по-грузински бывает. Там огурцы, помидоры, там соль, перец, понятно, лук, там что-то еще доволяют. Бывает, там с орехами делаю такой салат. Но мы без орехов любим. Ну, короче, такой вот салатик, типа, ну, как, грубо говоря, обычный с луком. Короче. И вот в последнее время я просто тащусь от салата огурцы, помидоры, петрушка, укроп, лук, который длинный, зеленый. Ну, соль, перец, понятно, по вкусу. И майонез. Просто перфект. Еще можно туда редиски добавить. Очень вкусно. Но, к сожалению, Слава, например, не очень любит такой салат. Он его ест, потому что я его люблю. Но сам он не очень такой любит. Кстати, у меня кривой нос. Ну, он, может, сейчас еще накрашен криво. Сейчас я это все чуть-чуть подсотру. Но у меня кривой нос, да. И заметила я это недавно. Вот так вот. Бег живи, бег учись и замечай. Ну и пофиг. По-фигу. Зачем я крашусь на даче? А мне просто нравится. Вчера, вот, когда я закончила снимать влог, я смыла макияж. Не знаю, просто люблю, когда все красивенько, чистенько. Но мне хочется на видео быть красивой все-таки. Я хочу сама потом пересматривать и думать, ну, типа, какая я молодец, какая красотка. Ну, это, типа, знаете, зачем записывать там себя в не лучших каких-то ракурсах, в не лучших видах. Не знаю. Я такое не люблю. Понятное дело, что, да, я бывает плохо выгляжу, бывает там прыщавая сильно, еще что-то. Ну, как бы все бывает, и мы все люди. Но зачем на такое смотреть? Да, крашусь я для себя. Для себя, чтобы я потом смотрела, какая красотка. А так мне вообще плевать. Хотя всегда хочется, чтобы про тебя всегда думали хорошо, но это невозможно. Отчасти мне не плевать, поэтому я крашусь. Но отчасти и плевать. Даже подушусь. Вот. Вы этого не почувствуете. Это я делаю для себя. У меня даже муж уехал, даже он не понюхает меня. Но я хочу сама ходить и нюхать себя. Кстати, я здесь еще нормально не пылесосила, не мыла полы, не протирала пыли всякие. Потому что мне было вообще не до этого. И тут не так грязно, чтобы прям делать это, знаете, в первую очередь. Вот. Ну, в общем, постепенно надо будет все это делать. Все, кровать оплатили. Я знаете, что хочу? Качалку. Та качалка, которая у нас была, вот эта вот на даче, мы ее отдали соседям. Еще дедушка был жив. Он говорит, типа, ну что, может лучше новую купим качалку? Потому что это, наверное, столько же, сколько и мне лет, которая вот стояла. И я такая думаю, ну да, давай. Это еще было до всяких там моментов, что там финансы, может, не так рекой, секунду, ручьем. Но, в общем, отдали, ничего страшного. Просто сейчас у нас пока нет качалки во дворе. Не то чтобы это, это вообще не первая необходимость. Спокойно можно жить без качалки. Вот. Ну, надо посмотреть вообще, сколько они стоят. Ты че, Ив? Че, мой? Ты че? Что такое? Че? Сопелька не в то горло попала. Ой, мама. Какие деньги бещеные. Не, есть, конечно, дешевые, но такие прям... Не хотите качали садовую Версаль 4 места с шоколадом от 95 тысяч рублей? Охереть, блин. Не, здесь что-то не хочется. Ну, да, выглядит клево. Я такую хочу. Но не за такие деньги. Хочу такую где-то за... Ну, за 23-5 тысяч. Ладно, за 25 тысяч. Максимум. Так, вот этот красивый очень. Но это слишком дорого. Не надо нам такое. Вот что-то за 20 тысяч в идеале найти. Не то, что 20 тысяч не деньги, вообще деньги. Но просто за 20 тысяч, за там 25, можно найти что-то прям такое приличное, классненькое. Чтобы что-то там раскладывалось, складывалось. Нет, цены, конечно, да. Поднялись, поднялись. Да уж. Ну, вот есть типа такие. Но это прям... Прям не... Ну, прям уж если брать, то надо же брать хорошую, чтобы... На века. Ну, вот, кстати, вот примерно такие у нас на других дачах стоят. Вот какие-то... А, вот, кстати, от 22. Ух, элегант. Почему они все такие страшные? Вот с этими странными какими-то объехами. Вот, неплохая, кстати. 17 тысяч всего? Или что она? На три места? Что плохого в ней? Раскладывается тоже в кровати. Ну, ничего, качалка как качалка. Только вот мне хочется, чтобы еще были какие-то эти, знаете, подстаканники. Ну, вот это, кстати, неплохой вариант. Тут даже не написано, сколько стоит. Ну, когда я заходила сюда, от 90 что-то там тысяч. Клевое, да? Вот, видите, тут еще к нему этот идет. Мамочки, мамочки. Прикольная просто она вот так вот сделана. Прям как диванчик, знаете. Не как качалка, а как диван. Как будто вот это прям матрас такой, а не подушки. Вот как красиво может быть. Вот тоже такой кокон. Очень хочу. Год назад или два года назад мы со Славой дарили маме Славы на дачу тоже качалку. Она, по-моему, 25 что ли стоила тысяч. Классная вообще, хорошая качалка. Такая прям все как надо. Ну, типа вот такой, там, не знаю, что-то вот такое, знаете, что закрывается все. Там от комаров можно спрятаться. Еще вот это нравится. А мне все дорогое нравится. Сидишь друг на друга, качаешься. Балдеж. Ой, балдеж, балдеж. Вон там столик, сидишь, пьешь винишко. Ну, вот это вообще красавелла. А, видите, типа у них какие тут рассрочки. Типа сегодня можно закинуть 21 тысячу. Потом 21 июля можно закинуть еще 10 тысяч. 4 августа еще 10 тысяч. И 18 августа еще 10 тысяч. Ну, прикольно выглядит. Так, главное не повестись на эту приманку. Можно пакет вчерашнего есть. Я открывала баночку. Два бутербродика съела. Будешь, паштетвив? Нам еще предстоит столько уборки, столько уборки. Я вчера кое-что тут сделала, кстати. Разложила. Но это не финальный вариант. Это я просто уже под конец бегом-бегом раскладывала. Просто, чтобы быстрее уже, ну, как-то все это закончить, отдыхать. Вот, специи какие-то пока здесь. А так, вот наши специи. И мы уберем отсюда сверху посуды. И там у нас все это будет. Там тоже почистим, все разберем. Вот. Так что, короче, наладим тут все. Бит. Я вчера помыла уже вот эти контейнеры. Насыпала туда чего-то. Люблю такое. Повесили вчера новую штуку. Мало того, мы ее обрезали. Да, это не очень хорошо обрезать. Но в другом никак. Где-то криво получилось, что мы ее на весу обрезали. Ну, да, нехорошо. Ну, может, я потом посижу, уже детально повырезаю. Но самое главное, что вот как получилось, так есть. Стирки полно, туалетной бумаги накупили. Купили. Ай, блин. Короче, да, вот тут еще такая проблема с тумбочками. Во-первых, тумбочек к этой кровати нет. Я знаю, что это жесть. Но их реально к ней нет и не было. Мы хотели. Мы спрашивали. Мы уговаривали. Но нет, сказали, что нету к этой кровати. Только если так чисто подбирать. Ну, может, вы подумаете, что мы крейзи. Но нам понравилась эта кровать. Да, она, может, не подходит сильно по цвету. Было бы лучше, если бы она посветлее была, более коричневая. Но ничего страшного. Ничего страшного. Закинем сверху подушки, значит, по цвету этого самого. И будет красиво, гармонично. Вот. Ну, короче, я думаю, вообще сделать как. Подвинуть еще кровать надо будет. Чтобы здесь стала удобна тумбочка. Чтобы удобно было открывать шкаф. Потому что сейчас сюда, если поставить тумбочку, шкаф не откроешь. И вообще поставить вот эту тумбочку, например, одну туда можно. Хотя у нас наверху тоже есть тумбочки. Поставить одну тумбочку там, а этот просто, ну, чуть подвинуть, типа, сюда. И вот тут вместо тумбочки будет комод, например. А чем плохо комод? Тут даже много места. Даже больше, чем на тумбочке. И главное, все из одного комплекта. Вот такая вот у меня идея. У нас наверху, кстати, есть тумбочки. И, скорее всего, они прям идеально даже могут. Ну, не идеально, но, типа, подойдут по цвету. Но тогда в таком случае придется куда-то комод двигать по-другому. Чайку надо сделать. А то горло прям вот так вот. Ужас. Не бухайте, не бухайте. Это зло. Синька зло. Ой, это зло. Мой любимый чай, знаете, какой? Вот этот. Это мой любимый чай. Просто обожаю его. Именно зеленый вот этот. Прям люблю. А, еще мы купили сюда стаканчиков побольше. Вот таких вот. Ну, типа, обычный стаканчик. Там в мойке они. Что-то наклейка надо ее. Я ее пыталась снять на сухую, но не удалось. Мы сюда приехали вроде как на неделю. Или там, пока нам не включат воду горящую дома в Москве. Ну, что-то мне тут так нравится. Не знала. А что в Москве делать? Ну, не хочу. Там зовут на мероприятия какие-то. Ну, не хочу. Хотя это моя работа. Ну, нет, почему? Ну, типа, да. Но можно же быть таким блогером, который не ходит по мероприятиям. Но это все равно моя работа. Нет, все равно есть важные мероприятия, есть не очень важные. Есть такие, где, типа, приходишь и можешь познакомиться, не знаю, с каким-то очень важным человеком в компании. Вот. А бывают такие, когда просто там, не знаю, типа... Ну, не знаю. Ну, хотя премьеры фильмов, наверное, прикольно тоже. Ну, не знаю. Мне вот это вот все вообще пофиг. Знаете, так приятно, вот, очень часто раньше мне писали, типа, то, что ты надоела со своей собакой. Ну, типа, то, что я часто ее показываю, так люблю Вивочку, вот это все. Типа, кому-то это так, типа, блин, надоело. Вив, на, ложку, паштет. На. Твою любимую. Так, сейчас Вивочка поест. Вив, ты можешь рот открыть, как ребенок? Срыла ложку, что-то есть. Так, в общем. И раньше мне писали, типа, ой, ты надоела со своей собакой. Типа, бесит, фу, там, типа, ты больная еще какая-то, кривая. И меня это всегда поражало. Ну, как, не то, что поражалось, я всегда думала, что, может быть, у вас просто животных нет, своих любимых питомцев. Да, вот вы не понимаете просто, что это реально как, ну, как дети. Ты же за ними следишь, ты же берешь на себя ответственность. Я понимаю, что, конечно, дети это другое. С детьми, конечно, намного сложнее и много других всяких там моментов. Но вот у нас Вива, она как ребенок. Короче, и вот такое часто я видела раньше, то, что, ой, ты надоел со своей собакой, хватит с ней сюсюкаться, облизываться. Я такая, типа, блин, да что за фигня? Типа, это же мой малыш, ну, как я могу с ней сюсюкаться, не облизываться? Это же то же самое, что вот, что мы любим, что мы хотим показывать, то мы и показываем. Я люблю свою Вивочку, я люблю ее показывать, потому что она моя зая. Да, моя зая? Правда, она вчера меня очень навыбесила, просто до пены у рта. Ну, ничего, бывает. Есть одна девушка, она живет в Екатеринбурге, подписана на меня, и она недавно прислала портрет, как она Вивочку нарисовала, она уже второй раз, по-моему, ее рисовала, и написала сообщение, что ей очень приятно наблюдать за тем, как мы относимся к Виве, как мы ее любим, и Вивочка ей очень нравится. И прям человеку интересно именно смотреть, как там Вивочка, как у Вивочки дела, ну, знаете, там, сторис, еще что-то. И это так приятно, на самом деле, потому что вот у меня тоже есть там среди моих подписок люди, у которых есть животные, и я люблю смотреть их там сторис, например, именно вот, ну, животных, например. Я никогда там не пропущу, не пролесну, там, знаете, я всегда вот обязательно посмотрю там, как собачка бегает, как собачка там, не знаю, смешной язык высунула. Ну, что-то такое. Вот, для меня это такое умиление, так здорово, я люблю, как бы, вот, такое, я люблю собачек. Вот, и это просто очень приятно, на самом деле, действительно, есть люди, которые смотрят на то, как мы относимся к Виве, к нашей собачке, и для них это прям, ну, как греет душу, типа, тепло то, что, и как приятно, что люди так относятся к своим питомцам, потому что есть люди, которые, я даже не знаю, зачем они животных себе заводят каких-то, ну, всякое бывает, к сожалению. Блин, у меня так много просмотров на видосах набирается, я, конечно, давно ничего не выпускала, три недели назад, последний раз у меня видео выходило, но просмотров нормально. Да, я, конечно, в один момент дофига начала снимать, а потом, ну, сами знаете. В общем, буду кушать, пить чаечек, что-то смотреть, заплету косички и в бой, и в уборку. Я чуть-чуть оттягиваю этот момент, потому что понимаю, что когда начну, надо будет просто продолжать, не останавливаться. Так что буду кушать. Продолжение следует... Смотрите, где лежит Ювочка. Такое интересное место она выбрала. Ты мой хорошенький, а ты чего тут лежишь? Тебе тут уютненько, да? Ты мой хорошенький, креветочка, чьи зубочки, да? Когда будет не так жарко, Вив, пойдем с тобой на прогулку. Вчера мы в самое пекло гуляли, и она просто Вива офигела. Я такая думаю, так, надо подвинуть кровать, потому что, как я и сказала, вот это вот тоже чуть-чуть можно подвинуть, и все, и сюда поставить вот эту тумбочку прикроватную. Думаю, наверное, она тяжелая. Нет. Даже, скорее всего, она-то тяжелая. Просто здесь пол такой хороший, ну, в смысле, такой прям. Кстати, он новый. Я не знаю, сколько лет назад, но не очень много лет назад. Поменял тут дедушка пол. Двери, по-моему, поменял. Мы тогда такой мини-ремонт делали. Кухня. Кухня же тоже другая была. У нас же раньше на втором этаже ковры были на полу, и светлые причем. И не то, чтобы они там какие-то грязные были, ну, где-то были какие-то там пятнышки, которые уже как-то, ну, даже вот так утереть ковер, ну, типа, не уходило. Ну, в общем, суть в том, что в любом случае ковер не лучший вариант. Особенно, когда у тебя собака, а у нас собака, она обожает ковры. Да, короче говоря, я так легко подвинула эту кровать. Сейчас я ее еще чуть-чуть подвиню. Так, интересно, вот так подвинется. Так, конечно, далеко от телевизора. Вот там, где вы стоите, там телевизор. Мы уже со Славой заходили в этот магазин, думали, типа, блин, вот бы сюда тоже такой телевизор, как у нас дома, 75 дюймов. У нас дома просто домашний кинотеатр, у нас еще кровать недалеко от телевизора. То есть мы прям вообще офигенно дома смотрим. Тут, конечно, далеко еще. Еще если вот так вот оттянуться. Ну, вот так, допустим. Ну, да, далековато. Но как-то все равно здесь получше будет, мне кажется, смотреться. И видно будет получше, побольше, чем там, наверху, где мы спали. Вот, супер. И мне кажется, хорошая идея оставить с одной стороны тумбочку, а с другой стороны комод. И ничего страшного. Ну, да, конечно, он повыше. Это не очень хорошо, но зато здесь даже много места, чтобы положить, там, не знаю, вкусняшки, чашки. Мы обычно ждем, смотрим, что-то у нас целая кухня в спальне. И здесь угол будет свободный. Туда можно будет что-то, фонарик какой-то поставить. Так мы это сделаем, кстати. Где мы это делаем? Вот. Так. Класс, точно. А туда, а туда вбок поставим этот диодный след. Кровать, конечно, выглядит вообще черной. Не знаю, что это за коричневый такой. Мне кажется, это черный. Но он такой прям очень темный, глубокий, коричневый, прям черно-коричневый. Да, была бы кровать, конечно, вот по цвету как эта. Под дерево, может, было бы лучше. Но мы не хотели дерево, мы хотели, чтобы мягкая спинка была. Все равно это, конечно, намного удобней. Тем более, что мы говер сняли. Нам надо, чтобы было мягенько, если что. Сейчас мы сходим с вами наверх. Притащим свет диодный. Хотя он нам пока не нужен, чтобы красоту расставлять. Красоту позже будем расставлять. Сейчас нам главное все помыть, разложить на свои места, разгрести. Это как? Ну, мне тут целая неделя, если не больше. Как-нибудь справимся. Вы готовы посмотреть, что здесь на втором этаже? На самом деле, в основном, во многих пакетах куртки... А, вот, кстати, пакет с этим. Тут пижамки. Вот это сейчас точно вниз спустим. Короче, там мусорные мешки, но это не мусор. Это все надо разбирать, раскладывать. Сюда, сюда. Как же здесь душно, дышать нечем. Вот здесь мы спим. Обычно. Тут вообще нет воздуха. Ну да, мебель белая, конечно, красиво. Но здесь комната такая. Так, что мне надо? Вот это я пока забирать не буду. Вот, я за светом пришла. Мы же из Москвы привезли вот такой свет диодный. Его отнесем туда. Потом будем с этим разбираться. Но позже. Но, кстати, что-то из того, что здесь лежит, уберем под кровать. Под нашу новую. Будем внизу сегодня спать. Так, ну мне кажется, здесь как раз идеальное место для чего-то такого. Потому что нам это необходимо. Еще здесь надо будет удлинитель сделать. Да. Сделаем удлинитель. Чтобы зарядки протягивались. Ну, хотя у нас длинные, кстати, зарядки. Нам хватит. Вообще хватит реально. Длинные провода у нас для телефонов. Сюда хватит. И оттуда даже хватит. Они двухметровые у нас. Так что можно будет даже и не ставить никакие удлинители. Хорошо придумано. Так что вот так вот. Теперь тут будет подсветочка. Нет, супер вообще. Вот. Надо пропылесосить. Везде полы помыть. Все здесь помыть. Окна помыть. Паутина полным. Полно. Так, ребят. Я застелила кровать. Спустила сверху наше одеяло. Подушки. У нас их четыре. И что-то я не могу вот от этого постельного найти. Второй для этого. Наволочку, короче. Пришлось взять от другого постельного. И вообще от третьего. Ну, короче. Да. Какая-то каша-малаша. Надо вот побольше наволочек. Наволочки вообще обожаю. Прям побольше. Их вообще в идеале часто менять. Особенно если кожа проблемная. Ну, короче. Вот такая вот красота. Что-что-что-что-что-что-что. Лесенку притащила. Показала вивочки. Как оно здесь вообще. Тут что-то с чем разбираться тоже надо. Контейнеры. Ну, с этим мы разберемся. У меня есть для них применение. Я все протерла. Полы, правда, еще пока не мыла. Вот. Но надо будет еще здесь хорошенько протирать, протирать. Со средствами разными полы мыть. Вот. Но самую такую основную грязь какую-то убрали. Хотя вон там перышки какие-то. Ну, сейчас я еще пропылесошу не раз. Поэтому я проголодалась. Можно пока выключить свет. А, мне надо поставить на зарядку пылесос. Блин, ну я рада. Мы молодцы. Кровать, конечно, сильно отличается от всего по цвету. Но ничего, мы все равно молодцы. Ну, прикольно. Надо так всякие прикольные покрывальчики купить. Вот. Кровать тоже с подъемным механизмом. Так что места полно. Не знаю, почему дедушка не ставил себе тут такую тоже кровать большую. Он всегда спал на вот этой маленькой, которая здесь рядом стоит. Хотя в Грузии у него там вообще королевские кровати. Не знаю, почему он себе такую не ставил. Дедушка мой мог что угодно делать. Потому что он такой, типа, знаете, снести что-то во дворе, построить беседку, что-то... Сейчас будет. Поэтому я не думаю, что ему это как-то, может, в тягость было. Не знаю, думаю, он бы спокойно мог это сделать. Наверное, не хотел. Наверное, ему было хорошо спать на этой кровати. Но еще в чем плюс, я точно уверена. В чем плюс вот этого места, где дедушка всегда спал? Это окно рядом. Потому что, ну, чтобы, знаете, не жарко было. Я думаю, что он окошко открывал. Хорошо так воздух ему дул. Нет, все равно здесь телевизор. Во-первых, он побольше, чем у нас на втором этаже. А во-вторых, он все равно как будто бы ближе. Хотя я могу ошибаться. Может, это из-за того, что он больше? Нет, конечно, прикольно, когда телевизор прямо рядом. Как у нас в Москве. Ой, у меня тут на кухне просто бардак уже какой день. Второй. Блин, можно пельмешки, кстати, сделать. Я, правда, так не люблю покупные пельмени. Я уже так привыкла к маминым. Но это будет быстрее всего. Так что, на самом деле, я впервые, не знаю, за сколько лет или вообще за всю жизнь буду спать в этом доме одна. Боюсь ли я? Нет. Нет, не боюсь. Мы воду не из-под крана наливаем, а из этого. Ой, не кулер, короче. Ну, из вот этой банки огромной. Все. Теперь будем очень долго ждать. Мне кажется, на газовой было бы быстрее. Я поставила не на газовой. Ой, зачем я это несу? Да я этот кухню несу. Кстати, мы его тоже купили недавно. Вот, на днях буквально. Потому что... Потому что вот чаечек сделал. Да, налил чаечек горячий, например. Хочешь разбавить. И приходится идти сюда, нажимать, нажимать. А мне капельку в чай добавить, например, охладить чаёк горячий. Ну, короче, вообще здесь стоял кулер раньше. Или это кулер? Подожди. Короче, стояла такая штука, где кнопочку нажимаешь, как, знаете, в кофейнях каких-то или офисах. Нажимаешь кнопочку, и течёт холодная водичка. Нажимаешь другую кнопочку, и течёт не холодная, а такая средне-тёплая. Вот, он в розетку ещё втыкался. Он у нас в подвале стоит. Не знаю, что он там стоит, надо будет достать. Так, ну всё, будем ждать, когда закипит. Блин, вы только посмотрите. Эти пельмени выглядят просто как будто они пластмассовые. Просто не сравниться с мамиными пельменями. Надо Славе сказать, что привёз из Москвы пельмени, которые остались. Которые мама налепила. Так, и маме надо дать задание. Я просто не могу реально после маминых пельменей, которые она сама лепит, и тесто сама делает, я не могу вот это есть. Ну, сейчас попробуем. Я думаю, что когда они сварятся, я их в мисочку положу и масло-кусочек добавлю. Вот, чтобы придать им хоть какого-то более, не знаю, аппетитного вкуса. Не знаю. Хотя раньше вот я прям и такие с удовольствием ела. Ладно, в общем, пусть стоят. Ну что ж, пельмешки готовы. Я их немножко даже покерчила, посолила. У меня почему-то такое ощущение, что будет настолько вообще ни о чём по сравнению с мамиными. Ну, попробуем. Да, с мамиными не сравнится. Но масло, перец, соль в небольшом количестве. Немножко приукрасили обычные пельмени. Я ещё так много сварила случайно. Они такие маленькие были. Я что-то как-то думала, что они вообще как, знаете, на один зубок. Ну, сейчас посмотрим, сколько я съем. Собачка кушает, да? Ну, правильно, кушай, кушай свой кормик. Так, ребят, я немного разобралась на кухне. Не то, что там я всё помыла, здесь всё блестит. Нет. Ну, тут я чуть-чуть протёрла, но без всяких там, знаете, намываний. Просто, чтобы немножко глаз радовался, потому что здесь такой был хлам и бардак. Вот, здесь освободила кое-что. Ну, не выкинула, а просто переложила в другое место. То, что, например, мешалось, не нужно. То, что тут ещё такого. Разложила вот здесь. Сейчас покажу. Убрала отсюда тарелки. Теперь здесь стоят крупы, специи. И вот здесь вот у дедушки был такой кофе. Вот, там у меня в контейнерах моё хранение такое. Типа, если закончится, там чайничек стоит. И для масла такая вот тарелочка специальная. Вот, здесь тоже там сахар, сахар, соль. Вот так. Здесь такие специи, которые чаще всего быстрее нужны. Масло. Ну, то есть, понятно, соль, перец. Не знаю, может быть, это не очень удобное хранение. Всё-таки будет удобнее там, потому что готовишь как раз шмяк-шмяк-шмяк. В общем, не знаю. Пока поживём. Поживём, увидимся, как говорится. Здесь чай какой-то, который был. Закрытый чай. Переложила капсулу вот в такую. Не знаю, это тоже, наверное, не очень удобно. Но мне просто понравилось. Я её нашла. Там какие-то мелочи лежали. Какие-то сломанные старинные очки без стекла. Какие-то ручки. Вот это тоже нашла. Не знаю, может, забыли, когда нам вот кровать делали сегодня. Господи, боже мой. Ладно, приклеим потом. Вивочка тут лежит. Да, Вивочка. Я ей говорю, иди в спальню, где мама постелила. Потому что там вообще класс. Там намного свежее Вив, чем здесь. Вот здесь тоже всё протёрла, убрала, чтобы это прям чисто было. Потому что тоже тут всё было навалено, завалено всякой фигнёй. Сейчас посижу, наверное, помонтирую видео. Предыдущий вот влог как раз. Потому что я, не знаю, ну хочется что-то посидеть. И всё жду, может, это когда попрохладнее станет. Потому что кошмар, конечно, такой жару очень тяжело заставить себя что-то делать. Маленький. Посмотри, какие лапки. Ой, ой. Ой, какой хороший. А можно поглядить в собачку? Привет, малыш. Привет, Жужа, мамина. Значит, ребят, я написала своим друзьяшкам. Написала, пошлите мусор выкидывать. Мы пошли выкидывать мусор. И когда на обратном пути уже шли к нашим участкам, начался сильный ветер. Вдалеке мы увидели, что сверкает молния. Капец. Короче, мы так пошли очень быстро. Потому что до дома ещё оставалось. А деревья, посмотрите, какие они огромные. Вот сейчас они нормально стоят. А они в какой-то момент от ветра прям наклонились сильно. Ну, короче, не знаю, как объяснить, но это был кошмар. И в итоге я говорю ребятам, всё, я побежала, потому что их дом пораньше, чем наш. Не знаю, сейчас что будет. Наверное, сильный дождь. Ну, хотя бы ветерочек добавится. Ючка испугнился. Короче, пипец. У меня Вива здесь в подмышках. Вот эти большие эти карманы. Там у меня ключи, телефон. Я бегу, думаю, надо и собаку держать, и карманы, чтобы ничего не выпало. Короче, я им сказала, всё, хотя пока я побежала. Потому что реально я думаю, добегу, не добегу. Сейчас какой-нибудь торнадо начнётся, меня нахер унесёт. Плюс только в том, что свежесть. Я прям даже не против дождичка в четверг. Сегодня четверг. Видишь же такая поговорка? После дождичка в четверг. После... Как там говорится? Короче, у меня в глазах, мне кажется, песка дофига. В общем, не знаю, интересно посмотреть, пройдёт это всё, не пройдёт, затронет нас, не затронет. Но тучи сгущаются. Окно, конечно, грязное. Ну вот, посмотрите. Здесь вроде как ничего, но там прям потемнело. Я даже говорю, слушайте, даже страшно. Реально страшно стало. Вот эти все природные катаклизмы, эти природные вот эти штучки меня очень сильно пугают. Я очень сильно их боюсь. Ну, типа, знаете, торнадо там, цунами. Всё это мне страшно. Приняна, так даже интересно выйти, посмотреть, упало там, дерево не упало. Надеюсь, меня не унесёт. Вив, ты сиди дома, я уже с тобой набегалась. Иди дома. О, кошмар. Ну-ка посмотрим. Просто я видела, что там дерево упало. Это, знаете, экстренный репортаж. О, капать начинает. Сейчас, я сначала вам дерево сниму. Вон оно, дерево. И пошёл дождь. Как весело и страшно. О, какой-то гигантский. Смотрите, какие гигантские капли. Гигантский дождь. Да, пошёл. Ну, ничего, я уже в домике. Вива там тоже пошёл. Синоптики не наврали, Вив. В этот раз не обдурили нас. Так, не кушать мою цюль. Ну да, да, капает. Ну, интересно, он так вот покапает и пройдёт, или прям херачить будет? Уже начинает херачить как будто. Блин, хорошо, что мы успели и на мусорку сходить. И всё это самое. Вот, видите? Интересно понаблюдать за этой тучей. Тучи как люди. Всё, я оставляю вас наедине с тучами. Потом посмотрим, двигаются они или нет. До стопудово двигаются. Вопрос только куда. Ну, вот дождь пошёл такой, хороший прям. Если подняться на второй этаж, там по крыше, наверное, капец фигачит. Ой, я не представляю, вообще, прям сильный такой, не знаю, видно вам, нет? Поднялась на второй этаж, потому что здесь замечательный звук от крыши, дождя. Как бы это страшно ни было, это очень здорово. Это всё такое! Это же точно град! Или это просто конский дождь? Давайте откроем, посмотрим. О, кошмар! Это что ещё такое? Ух ты! Как из ведра льёт, прикиньте? Как будто успокаивается. Так, ребят, дождь закончился. Кстати, достаточно быстро. Я сижу, монтирую видео, потому что оно у меня вышло на 2 часа. Я только на 32-32 минуте. И да, упало дерево. Меня он его снимал. Что-то я опять проголодалась. Да что я такого съела? Что я сегодня вообще, на самом деле, я съела 2 бутерброда с паштетом. Вот, при вас. Вот всё, что я ела сегодня, всё было при вас. Единственное, что я ещё одну конфетку съела сегодня. Вот этого мишку, синяя такая конфетка. С чайком, по-моему. Всё, ну и вот пельмешки я поела. Ради себя одной готовить неохота. Прям хоть бери и доширак делаю. Но доширак это... Я выросла из доширака, да. Переписываемся с мамой. Я скидывала фотку. Это вот как раз Паша, друг мой, скинул. Он поближе живёт как раз к этому упавшему дереву. Я ему написала, что там дерево, походу, упало. И он мне вот фотку скинул. Ну, небольшое дерево, но всё равно обидно. Ну, походу, сейчас у них начнётся. У нас дача в одной стороне... Ну, примерно. Короче, вот так у нас тут. Ужас. Мама пишет, что еле успели котов домой загнать. У них же там целых два кота. Два. Бабушкин котик. И Майя, кошка моего брата Гоши. Но она уже с мамой живёт. Потому что ей очень нравится жить на даче. Зацените, какие модные, классные штанции я нашла наверху. Что они вообще здесь делают? Это же последние письмоды. Короче, оказалось, что мы не все вещи сверху принесли. Там как раз есть для них место для всяких кофточек. Причём такие классные кофточки, мамочки. Вот этот костюм сейчас мне надеть. Просто розовую кофточку. И будет просто идеально. Буду просто вкусняшкой. Вот. Постельное бельё ещё принесла. Хочу, чтобы всё было здесь, а не наверху. Так будет намного удобней. Хотя всё-таки что-то наверх можно отнести отсюда. Тут летает один несчастный комар. Вот. Так что сейчас я это всё буду убирать туда. Субтитры сделал DimaTorzok Вивечка отлично устроилась. Да, мой хороший? Хорошо ли здесь? А клещей у тебя нет? Признавайся. Так, вот так. Что-то очень много постельного белья. Надо бы вот это хотя бы наверху унести. И туда ещё положить постельное бельё. Ну, мне что-то так неохота в следующий раз сделать. Ну, или в какой-то другой день. Тут ещё окна надо мыть. Можно уже покушать. Мне ещё постирать надо. Потом повесить. Даже не знаю, может подождать Славу, чтобы вместе это сделать. Всё хочу, но надо готовить всё. Хочу всё, но всё надо готовить. А готовить не хочу. Хотя покушать так люблю. Вкусно покушать. Это ж приятно. Колбаса. Сосиски бомбарские. Сколько тут? Три штуки, что ли? Две, что ли, вообще? Сыр. Вот это вкусно будет. У меня тут есть, кстати, пирожок с мясом. И сосиска в тесте. Можно, кстати, попробовать. Можно попробовать. Знаете что? Пирожок хочу попробовать. Больше хочу сосиску, но, зная себя, до пирожка в итоге не дойду. Поэтому попробую-ка я пирожок с мясом. Вообще вкусно это, невкусно. Сейчас мы погреем. Возьмём сейчас тарелку. Погреем один. Если нам понравится, съедим ещё. Так, ребята, я нашла в себе силы и приготовила чай. Завтра я тоже буду, как обычно, убираться, что-то делать. Но я стараюсь, знаете, не сходить с ума. Я понимаю, что работы очень много впереди. Я просто вот сильно устала там, что-то, ну, отдыхаю. Что-то другое делать. У меня отдых, это посидеть за компьютером, помонтировать влог. Вот это у меня отдых. Остальное время я убираю. Ну и пару раз могу прогуляться до мусорки. Но вот только вчера вечером мы пошли к друзьям. Короче, не передруж... Вы поняли. В общем, я сейчас просто не бегу сломя голову, знаете, типа на второй этаж там мыть полы, пылесосить. Не, меня там ещё столько всего ждёт, что мыть полы, пылесосить. Это, конечно... Конечно, хочется поскорее всё это закончить. Но, с другой стороны, если я всё это быстро закончу, о чём же мне вам рассказывать и снимать? Ну, не, будет, конечно, о чём. Ну, ничего, нормально. Потихонечку, помаленечку в своём темпе. Так что, чё, он там остыл, нет? Что ж ты будешь делать-то? Мне бы хотя бы попробовать. Будь-то невкусно вообще. Ничего. Очень даже ничего. Ля, ты посмотри, какая красивая дичейка. Мамочки. Теперь это твоё место, Вик? Телевизор включить? Можешь смотреть? Начинал географик, например. Пульт в столе. Ты туда села, чтобы на маму смотреть? Тебе компьютеры закрывало, да, мамин лицо? Такая смешная. Она просто на диване где-то там вот сидит, лежит обычно. А у меня тут комп, он прям закрывает. А теперь она оттуда сидит и смотрит. Чё ты? Пирожок хочешь? Ты что, пирожок с мясом хочешь? Нельзя. Да, нельзя. Всё. Чё глазками стреляешь? Такая милая деточка лежит там, спинит. Я всё ещё монтирую. Я уже на 52-й минуте из часа 17. Ну, влог точно получится на час. Там где-то ускорения были. Ну, это хорошо. Я люблю длинные видео. Я бы даже не прочь, чтобы на 2 часа было, как кино. Так, ребята, я всё-таки не выдержала. Пропылесосила на первом этаже, на втором этаже лестницы пропылесосила. И это, помыла полы на первом этаже, потому что... Потому что не могу я так больше. Несмотря на то, что всё равно, конечно, я ещё не один раз это сделаю. Ну, чё уж теперь. Сейчас снимать. Тут тоже вот эти лестинки всё пропылесосила. Но я это буду ещё делать. И более внимательно, потому что тут много где есть паутина. Везде. Можно даже сказать так. Вот, зато теперь как хорошо. Чистые полы. Ну, пусть ещё пару раз надо пропылесосить. Ой, помыть, пропылесосить. Но всё равно намного лучше. Так, ну что ж, я решила сделать сосиски. И будут у меня макарошки. Считаю, отличный ужин. Здесь что у меня есть ещё? Пирожки с мясом. Так, пока у меня варилась еда, я тут начала разбираться. Потому что тут тоже очень много всего, что надо разобрать. Чё выкинуть, понятное дело. Вот, контейнеры, которые я взяла, пригодились. Вот, смотрите, как хорошо, красиво. Вот ещё один контейнер. Сюда поставила этот стиральный порошок. Так что, ну, это позже. Это позже. А сейчас я буду кушать. Мне нужен острый нюш. Вот такой. Буду кушать макарошки с сосисками, с кетчупом. Моё любимое блюдо. Одно из... Так, Мивик лежит. Я уже покушала. Сейчас вам покажу, как разобралась. Ой, в общем, я тут уже столько дел наделала. Столько мусора собрала. Так, у меня постиралось бельё. Я её уже повесила. Показываю, как я тут что разложила. Вот эта штучка, это нагреватель. Стояла там, наверху. Я её сюда поставила, потому что я много чего выкинула. Сколько лет не бумаги. Собственно говоря, что показывать, что рассказывать. Тут порошок. Тут какие-то такие штучки, которые там нам сейчас не нужны. Это Ивочкин этот. Шампунь. Тут средства. Здесь что-то там для лица. Это дезодоранты у нас тут стоят. Ватные диски, расчёски. Вот это вот штучки, да. Тут какие-то мелочи, типа палочки. Там бритва. Хлоргексидин, перекись. Ну, в общем, какие-то такие. Туалетная бумага, мыло. Всякие прокладочки. Там всё такое. Тут тоже что-то убирать. Ну, собственно говоря, всё. Ничего такого. Вот. Ну, здесь стало намного чище, конечно, свободнее. Много чего брала лишнего. Здесь тоже что-то стояло, дедушкино тоже. Так, сейчас я загружу стирку. Тут либо 15 минут стирает. Вот у нас дома есть полчаса быстрая стирка, полчаса. А здесь 15 минут быстрая. Думаю, нет, ну ты издеваешься, что ли? А ежедневное это час. А мне вот это вот час... У меня вот этого вот свободного, лишнего, пустого, ненужного часа нет. Главное, мне потом не забыть, не перекрыть водичка. Вот так. Всё, какой хороший контейнер. Я, кстати, видела, продаются специальные такие контейнеры, прям коробки. И на них написано, типа, стиральный порошок, прям для порошка. Но я чуть не стала брать такое. Так. Ну вот, смотрите. Ежедневно 63. Быстрая. 15 минут. Ну что это такое? Можно поставить быструю стирку, потом ещё раз быструю стирку. Ну 15 минут это вообще, конечно, извините. Непонятно. Моя любимая книжка, которую у меня постоянно нет времени дочитать, ещё почитать. Очень-очень классная. Я в телеграм-канале с вами тоже рассказывала про эту книгу. Хоть я её ещё не дочитала, но она у меня вызвала очень хорошие эмоции. Материнская любовь. И это прям такая полезная книжка. У меня есть подружка Настя Фет. И она мне её дала, эту книгу. Вот. И мы с ней любим порассуждать, как правильно, что правильно, что неправильно. Как надо воспитывать, как не надо. Также в отношениях с мужчиной. Но про книжку как-нибудь потом, как-нибудь, когда я буду сидеть спокойно пить кофе на улице, будут чирикать птички, я вам буду рассказывать свои мысли, свои там какие-то понятия, взгляды и так далее. А сейчас у нас куча дел. Вот эти вещи, их надо всё равно разобрать. Я думаю, что, ну, как бы потихоньку-потихоньку да разберу. Так, а это у нас что за одеяло? Какое написано здесь? Помню, как мы с дедушкой пришли в магазин, он кучу денег отвалил в этом магазине. Белья, постельных всяких принадлежностей. Так, ну вот почему где-то хоть что-то мне напишут? Сто процентный щёлк. Нет, кажется, они здесь не пишут. Ну ладно, там два одеяла. Вероятно, что это полуторные одеяла как раз вот на кровати, которые там у нас. Сюда мы тоже будем вешать вещи. Всё-таки, блин, такое ощущение, что здесь от кровати, вот здесь от головы до телека дальше, чем вот там, где мы теперь будем спать внизу. Или телевизор побольше и, в принципе, одинаковое расстояние. Не могу понять. Вот надо вот так вот полежать здесь, а потом так же полежать там и сравнить. Вот я сейчас держу прямо, ну, рядом с лицом своим. Слушайте, а почему я этим не пользовалась? Что ты будешь делать, а? Вот моё главное свадебное платье. Меня постоянно спрашивают, продаю, не продаю. Вот когда я реально хотела продать, говорила, отдаю, отдаю. Отдам прямо, типа, без всяких приколдесов. Никому не надо было. Ну, понятно, сейчас лето, а летом всем надо. Но я уже передумала его продавать. Так, здесь тоже какие-то... Что это? Платья, нафиг их. Даже не хочу разбираться с этим. Думаю, вы мне напишите, типа, Юль, но начинается. Да не, пусть лежит. Потом от него избавлюсь. Так, а это что? А, картины. Точно, точно. Да, я много из Москвы всякого прихватила. Того, что мне уже... Ну, как сказать, не надо. Ну, просто реально не надо. А, вот это, кстати, по-моему, вообще пустые контейнеры. А, нет. Сейчас. Смешно. Чтобы я отправила на дачу пустые контейнеры. Я чего вообще? Тут тоже шапки. Ну, кстати, на самом деле, очень быстро разбираются эти вещи. Было ощущение, что это затянется на недели. Ну, вот, супер. Если что, потом пониже опущу, кстати. Так, у меня уже там не было дома никаких пакетов. Мне пришлось в мусорные мешки все это складывать. Вот хочется покрывала какие-нибудь прикольные. Вот на эти все кровати. Чтобы красивенько было, чтобы уютненько. Я люблю, когда... Да, желтые, оранжевые стены. Ну, может, мы их покрасим когда-нибудь, кстати. Не знаю. Я посмотрела, очень классно, кстати, красят. По сути, денег потратить только на краску дофига и дофига на работу. Так, тут у меня монасты Вивы. Ее шматье. Ее огромное количество вещей. У Вивочки вещей, как у мамы прям. Очень много, и она ничего не носит из этого. Да, здесь у нас все. Здесь, по-моему, тоже Вивочкиное шматье. А, нет, тут шапки. Кто-то замывался. Меня так бесит вот эта вот тема с вещами. Ты носишь, а потом в какой-то момент ты уже не носишь. И это со всеми так, я уверена. Просто есть какие-то вещи, которые мы очень любим и носим прям много-много лет. А есть вещи, которые такие, типа, как на сезон, а потом уже, ну, все реально. Либо я зажравшаяся какая-то, не знаю, но... Ну да, у меня, правда, много вещей, и когда много всего, ты, конечно, зажираешься, однозначно. Но она их не любит, не носит. Быстро же забралось как-то, на удивление. Есть вот такая картина, ну, уже этих картин с моей физиономией. С другой стороны, это такая, типа, память как раз на даче и самое место. О, покрывало! А, прикольно. Тут очень много разных каких-то старинных футболок. Прямо, я даже не знаю, сколько им лет. О, Crazy Daisy. На днюх там была. Это там прям такие старинные-старинные футболки, что... О, это вообще я в школе училась, по-моему. Или где? Прямо очень старые вещи. Кстати, классная футболка. Ее постираю. Да, тут миллион разных старых. Я не хочу иметь с ними никакие дела. Это вот, наверное, миллиард футболов, которые мне с китайских сайтов присылали. Все вот такое вот. Какие-то лямки отливчиков. Все очень нужное. Но я это сюда привезла точно не для того, чтобы носить. Вот это, кстати, поле номер. Вот такой классный рюкзак. Если кто-нибудь помнит. Ну, куда я с таким пойду? Так, самое время играть в банды-бан. Есть. Представьте, я его... Ладно, я его сложу, но выкидывать не буду. Представьте, как в нем удобно перевозить какие-то вещи. Вы можете себе это представить или нет? Отличный пакет, да? Так, чемодан. Я вам хоть раз показывала наш чулен. Здесь просто много одеял. Господи, я испугалась. Это провод там считается. Одеял, подушек. Конечно, в идеале все это тоже как-то сложить. Не знаю, правильно. Ну, оно как бы просто валяется так. Не всю мою жизнь было. Ну, куда это все девать? Калавину выкинуть, я считаю, можно. С другой стороны, одеяло это хорошо. Надо просто посчитать, чтобы в доме было достаточное количество одеял. На каждую кровать, например. Там даже вешалки какие-то есть. Свет, правда, перегорел. Не знаю, видно вам нет. Ну, короче, вот такая здесь атмосфера. Вот сюда подняли вот этот пылесос. Ну, в принципе, все реально. Сейчас закроем. Вот, видите, сколько сюда я всего засунула. Сюда идеально вписалась. Это из Москвы. Нет. Ну, покрывала. Давайте я вам покажу, что тут теперь получилось. Шапки, шапки, вивины, вещички, подушечки. Так, 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 так. Тут есть место еще. Вот так. Тут у нас что? Все вот это я сейчас спущу вниз. Тут что-то мусор. Но тут ничего не изменилось. Я отсюда убрала игрушки, кстати. Тоже там теперь есть место. О, игрушки, подушки, блин. Уже все. Все, короче, сейчас вот это все спускаю вниз, поднимаю, вешаю постель и отдыхать. И просто отдыхать. Все. Пошли. Я все, пожалуй. Больше не могу. Так, откуда же мне взять стул? Здесь ни одного стула в доме. Можно сходить на улицу в беседку, там есть стул. И притащить его сюда, потому что, ну, просто невозможно. Зачем я так мучаюсь? Комп поставлю сюда, стул поставлю сюда. Буду вот так сидеть. Потому что невозможно. Спина просто ужас. На этих скамейках, лавочках невозможно. Очень удобно работать. Пойду схожу за стулом. Хотя лучше вообще лечь. Так устала, кошмар. Пойду лучше в душ схожу. Смою макияж, помою сама. Без головы, голову лень. Потому что сейчас уже не такая жара придется сушить голову. С влажной спать не хочу. Сушить не хочу, сил нет. Завтра помою. И Виве сейчас ноги помою, да, Вив? Я еще столько не сделала. У меня еще фотографии с фотосессии не отобраны. Блин, дел миллион. Ты что-то будешь делать? У меня фотосессия недавно была. Очень красивая, классная такая, с лазерами какими-то прям. Клевая. Так, 12 часов ночи. Так, это звенит будильник о том, что 12 и надо ложиться спать. Спать. Этот будильник, я думаю, дедушка себе поставил, чтобы всегда в 12 знать, что уже 12 и надо идти спать. Короче, я с вами на этом прощаюсь. Ребят, не знаю, какой получился влог этот. Длинный, не длинный. Старалась как могла. Устала как собака. Я пойду отдыхать, смывать все это. И хочется что-нибудь пожевать вкусненького. Может, этот себе погрею пирожок с мясом. Вкусный будет. Всех люблю. Целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Подписывайтесь на мой телеграм, на все мои соцсети. Ссылки в описании. Всем пока.